привет всем сегодня решил перезаписать парочку своих старых видео объединив их в одно как я надеюсь с меньшим количеством воды и сделать даже немножко более исчерпывающим это видео о том как настроить рендер на запись видео или на рендер hd и карты то есть изображение с углом обзора 360 градусов переходим в настройки рендера какой вы выберете движок без разницы хоть и вы хоть cycles зависит уже от ваших личных предпочтений задач например cycles если это будет cycle 100 здесь у нас показывается в упор то есть нынешняя картинка здесь мы можем регулировать сколько нам нужно сэмплов для предпросмотра а здесь у нас уже окончательный рендер тоже можем регулировать сколько нам нужно сэмплов для окончательного рендера с учетом того что будет включен denoise 300 более чем достаточно следующий момент разрешение обычное изображение например у нас идет насколько я помню 1920 на 1080 пикселей и это будет вот такая вот рамочка но если мы хотим отрендерить изображение с углом обзора 360 градусов нам нужно понимать что в это изображение будет входить целая сфера все что вокруг нас по бокам сверху снизу и сзади да и для этого минимальным минимальным будет иметь смысл выставлять разрешение 6000 на 3000 градусов пикселей извиняюсь или даже 8000 на 4000 соотношение всегда всегда должно быть один к двум обязательно если тут 6 значит тут 3 если тут 8 значит тут 4 если будет меньше этого разрешения то будет очень заметно пикселизация идем дальше если нам нужно если мы хотим рендерить vr видео то есть видео с углом обзора 360 градусов то такие настройки ffmpeg видео кодинг у нас матроска меняем на mp4 ну и естественно не забываем про звук по умолчанию идет но аудио уже тут можем выбрать что нам предпочтительно mp3 и и си и так далее но будем внимательны к этому моменту также если мы хотим сделать например панораму то есть один единственный кадр hdri карту то выбираем уже png или jpeg здесь также выбираем место куда мы будем сохранять в нашем компьютере этот файл мы еще вернемся к этому моменту идем дальше выделяем камеру и переходим в настройки камеры здесь тоже один из ключевых моментов наряду с разрешением один из ключевых моментов вот здесь раздел lens перспектив меняем на панорамик когда нажимаем панорамик у нас появляется еще одно окошечко здесь вот что интересно solid виде ничего не меняется но если мы будем все это осматривать в рендере в виде рендера так здесь у нас нормально сейчас переходим в рендер то здесь вот эти все настроечки они очень видны до фишай рыбий глаз или берем и для разрешения для угла обзора 360 градусов для для vr видео нам нужно и куая ректанглер выбрать и здесь уже нам будет видно да что когда чуть проявится так сейчас я поменяю здесь так 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 вот viewport где-то наверно на сотню здесь уже мы можем видеть до или вот обычное разрешение я даже не знаю как это обычный тип на обычный тип как он есть так и называют перспектив да вот это обычное наше изображение которое мы видим если мы меняем на панорамик эквайректанглер то у нас уже то что мы видели в этом окошке но у нас уже голове оказывается глубоко посередине а по краям это все то что находится за углом нашего обычного зрения то есть это то что уже сзади нас вот эти левые края и правые края они смыкаются сзади нас у нас будет такое изображение естественно когда мы выставляем очень большое разрешение большое количество сэмплов один кадр у нас будет рендерится очень долго еще в зависимости от того какие у нас материалы какое освещение может рендерится очень долго и уже дальше зависит скорость нашего рендера зависит от того что мы хотим рендерить vr-видео или просто картинку как я говорил мы уже вернемся к этой теме смотрите если нам если у нас видео в котором мы будем рендерить у нас есть движение камеры если у нас есть движение каких-то объектов тогда да нам нужно рендерить видео и здесь выбирать вот вот такой формат но если мы хотим сделать видео но при этом у нас нет никакого движения в кадре не движение камеры не движение объектов но мы не хотим чтобы это было фото но хотим чтобы это было видео нам достаточно всего-навсего отрендерить один кадр сделать это в формате png или jpeg затем когда мы отрендерили отрендерили один этот кадр переходим видео элитин добавляем сюда один наш этот кадр имидж секвенс допустим вот этот и у нас есть возможность растянуть его по таймлайну но такая протяженность времени какую нам нужно и у нас из этого одного кадра мы можем сделать видео хоть одну минуту хоть 10 часов возвращаемся и уже рендерим вот это видео получается уже рендерим его как рендер анимейшн в таком случае когда мы вставили вот этот один готовый кадр и растянули его на несколько минут к примеру тоже выставили здесь уже выставляем тогда обычные стандартные настройки камеру выставляем уже тогда перспектив уже рендерим как обычное видео не как 360 градусов изображение у нас уже сделано как нам нужно она развернуто а сейчас мы просто будем рендерить обычное видео уже и делаем рендер анимейшн и так далее но возвращаемся лаяут но всего этого недостаточно мы подготовили материал из которого можно сделать vr-видео но на данный момент любой проигрыватель будет рассматривать его как обычное видео он не будет его рассматривать и разворачивать как видео с углом взора 360 градусов чтобы проигрывать или понимал что его нужно проигрывать как vr-видео в этот файл нужно добавить определенные мета данные с помощью вот такой утилиты которая ссылка на которую будет в описании к видео как ей пользоваться объясняю дальше скачиваете вот этот архив 2 он у меня уже скачен я его открываю открываем нашу утилиту и очень простая программка нажимаем open ищем файл в которой мы хотим добавить метод данные выбираем нажимаем нажимаем открыть видим здесь вверху у нас появилось название нашего видео и здесь кнопочка inject метод данные то есть ввести мета данные нажимаем у нас появится на рабочем столе вот такое видео с таким названием то же самое название только добавлено injected то есть видео с введенными мета данными нажимаем сохранить все у нас на рабочем столе сохранено видео под таким названием сведенными мета данными что это видео даже на нашем проигрыватели которые у нас на компьютере будет включаться в режиме 300 с углом обзора 360 градусов и также при загрузке на youtube она автоматически будет отображаться в таком же режиме